И вы знаете, очень трудно найти место, где хранить свое сердце. Ну, конечно, люди обращаются в разные места, отдают свое сердце работе, думают, что работа способна сохранить их сердце. Все посвящают работе, особенно в советские времена, это было очень модно говорить, что работа – это самое главное в жизни. Люди отдавали себя полностью работе, а потом оказываются разбитые в сердце своем. И работа не хранит. Ну, конечно, сегодня футболу отдают свое сердце. Евро-2012, надо все футболу отдать. И сердца очень многих людей отданы футболу. Кто-то пиву отдает свое сердце, кто-то еще более худшим занятием сердца свое отдает. Ну, подумайте трезво. Разве стоит свое сердце отдавать вот в руки таких ненадежных хранителей? А кому же тогда нам отдать свое сердце, чтобы оно в надежности-то было? Ну, наверное, мы понимаем, что только Христу. Вот если Господу отдаешь свое сердце, мы отдаем его в надежные руки. Ведь он-то не подведет, он не растопчет это сердце, он не испортит его, он не надругается над этим сердцем. Он может сохранить наше сердце. Если мы хотим хранить свое сердце, из которого источники жизни, то хранить его надо там, где оно действительно сохранится. А сохранится оно только в руках Спасителя. Иисус Христос – это единственный, образно говоря, сейф для наших сердец. Он и только Он способен быть тем, кому стоит посвящать свое сердце. И не футбол, и не увлечение, и не какие-то интересы, и не работа, ничто. Даже семья, даже такие святые вещи, как семья и дети, и то, оказывается, ненадежные источники для того, чтобы хранить сердце. Но хранить сердце надо. Без этого человек потеряет себя. И если мы понимаем это, то давайте будем хранить наши сердца в правильном месте. Что значит хранить свое сердце у Иисуса? Как это практически делать? Мы же понимаем, что это не означает, что мы физически как-то эту мышцу, которая дает нам жизнь, вырываем и отдаем в руки Иисуса. Значит, это в каком-то смысле фигуральное выражение, образное, поэтическое выражение. И это выражение имеет все-таки конкретный смысл. Если мы говорим, что мы отдаем свое сердце Иисусу на хранение, отдаем Ему в руки свое сердце, то это означает, что Он должен занимать главное место в нашем сердце. Ведь это так. А если это так, то наши мысли должны быть направлены к Нему. Наши дела должны быть сосредоточены на Нем. Наши поступки должны соответствовать Его Слову, Его направлению. И наши молитвы должны быть направлены к Нему. Воздыхание души нашей должны быть направлены к Нему. И это как раз и будет означать, что я сердце свое отдал. Более того, если Он говорит мне что-то делать, я делаю то, что Он говорит. Это как раз и означает, что Он владеет моим сердцем. Если я говорю, что я отдал свое сердце Иисусу, а в реальной жизни мной управляют мои страсти, мои желания, то правду ли я говорю, не обманываю ли я сам себя? Это очень легко проверять. Как мы отдали свое сердце Иисусу? Если мы реально повинуемся Ему, если мы реально подчиняемся Его Слову, если мы выполняем Его заповедь, заповедь любви к ближнему, к Богу, вот тогда мы будем понимать, что сердце наше у Него. А если сердце у Него, оно будет у Него всегда. И даже жизнь наша закончится, и даже обстоятельства изменятся. Сердце в надежном месте, в надежных руках. Поэтому сегодня есть прекрасная возможность проверить, где находятся наши сердца, где мы храним эти сердца, и направить их, и положить их в этот надежный сейф, который никогда не подведет отдать сердце Иисусу и прославлять Его, нашего Господа, который действительно достоин славы. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова